Приветствую вас! Для начала я бы хотел сказать, что вполне возможно вы задаете свой вопрос не совсем по адресу, вы задаете свой вопрос в психологию, в раздел психологии, а хотели бы, может быть, задать его в раздел эзотерики, и, соответственно, в эзотерике вам бы подсказали, есть ли у вас будущее с вашим мужем или нет. Вот. Здесь нужно понимать, что психологи не предсказывают будущее, психологи работают только с тем материалом, который есть, психологи анализируют информацию, психологи не занимаются гаданием и предсказанием и считают, что немаловажно, считают, что будущее зависит только от самого человека, то есть от вас, то есть от вас и, безусловно, от вашего мужа в том числе. Вот. Я понимаю, что сейчас вы расстроены, сейчас вы находитесь на эмоциях, сейчас вы не понимаете, что происходит и почему так происходит, вы этого не понимаете, вы растеряны, вы подавлены, вы обижены, вы, скорее всего, просто находитесь в дезориентации, вот. Вот. И мне думается, что первая задача, первостепенная задача для вас это, первостепенная задача это прийти в себя, вот так как вы сейчас себя чувствуете, да, чувствуется прямо боль, чувствуется отчаяние, вот, нужно прийти в себя и успокоиться, то есть перестать видеть ситуацию как критическую, как трагическую, как конец всего и так далее. Если вы хотите, чтобы у вас с вашим мужем было будущее, то вам необходимо успокоиться, вам необходимо, значит, разобраться в себе, то есть определить именно с вашей стороны источник обиды, с вашей стороны источник отчаяния, с вашей стороны источник потерянности, с вашей стороны источник того, что эта ситуация является критической, то есть со своей стороны сделать все, чтобы понять, что имеет место быть конфликт, что этот конфликт уже какое-то время происходит, то есть что он тянется, что вы столкнулись с кульминацией, то есть последним штрихом этого конфликта, для того, чтобы понять весь конфликт, нужно как следует проанализировать то, что происходило у вас с вашим мужем все это время или последнее время, а для этого, для того, чтобы можно было анализировать, вам необходимо, вот вам самой необходимо быть в соответствующем для этого состоянии. Вы говорите, что муж вас обвиняет в том, значит, что вы ему изменяете и ревнует вас к прошлому. Очень важный момент, как вы воспринимаете его обвинение. Очень важный момент, как вы относитесь к тому, что он ревнует к вашему прошлому. Если вы ведете себя в некоторой степени как жертва, в некоторой степени как оправдывающаяся сторона, так, то для мужчины, для вашего мужа, это по сути обозначает то, что вы виноваты. То есть, если вы как бы оправдываетесь, а я в вашем тексте увидел вот этот вот элемент, носку, носку того, что вы пытаетесь оправдаться, да, пытаетесь как-то защищаться от обвинения мужа, вот это означает, что вы для него действительно виноваты. И вам, с вашей стороны, нужно определить, какие субъективные причины, то есть, ваши желания, чувства, убеждения, установки, взгляды, цели, обуславливают то, что вы ведете себя, как будто вы виноваты. Это первое. Второе. Со стороны вашего мужа идет страх. Страх вас потерять. Страх оказаться не единственным в вашей жизни. Ощущение собственной незначительности, неуверенности в себе. И, возможно, есть какие-то еще моменты, которые мешают вашему мужу отпустить прошлое. То есть, необходимо здесь понять, что ваш муж переносит на вас свои переживания, чувства, эмоции и так далее. И, коли он это делает, то вы за это не в ответе. Вы не можете переубедить вашего мужа до тех пор, пока он сам не увидит проблемы в том, как он себя ведет. Исходя из этого, я подозреваю, что отношения у вас в некоторой степени являются созависимыми. То есть, вы где-то когда-то вели себя неподобающим образом, по вашему мнению, за что сейчас себя вините. И вместе с этим, вот это неподобающее поведение, оно является следствием того, что вы нуждаетесь в любви, в ласке, в заботе. Да? Вот. Но вы не считаете себя достойны этого, скорее всего. И из-за этого совершали поступки, за которые себя вините. То есть, тут вот ваш конфликт, который идет из детства, из того, что вам внушили ваши родители. Здесь вот этот конфликт накладывается на конфликт вашего мужа, который не уверен в себе, и который целенаправленно, скорее всего, выбрал такую женщину, которую он мог бы обвинять, которую он мог бы принижать. И на фоне которой он мог бы выглядеть жертвой, то есть, человеком, который, вот, значит, ну, оказался обманутым, да, оказался жертвой измены и прочее, прочее, прочее. То есть, у мужчины есть тоже свой конфликт какой-то. И вот это и называется созависимость его. И будущее ваше, будущее, оно возможно только в том случае, если вы свой конфликт, который есть у вас, разрешите. И муж свой конфликт, который есть у него, тоже разрешит. Тогда вы сможете построить по-настоящему здоровые, крепкие отношения. Если вы, как обращающаяся сейчас страна за помощью к нам, предпримите какие-то шаги, действия и будете что-то делать, вот вы будете сами что-то делать, то шанс того, что ваши отношения будут, ну, и будут иметь будущее, безусловно, выше, чем если вы ничего не будете делать. Вообще, если вы ничего не будете делать, то есть, если вы не будете работать над собой, если вы не будете консультироваться у психологов, да, если вы не будете заниматься личностным родством, если вы не будете избавляться от позиции виноватой, не позиции жертвы, как вам сказал мой коллега Борис Никифоров, хотя я с ним отчаясь согласен, но я считаю, что здесь у вас именно позиция виноватой, скорее. Это позиция жертвы, но от жертвы отличаются тем, что вы действительно считаете себя виноватой. Вот, мне это видится так, я, конечно, не знаю, текста мало для анализа, может быть, коллега мой прав, больше, в большей степени прав, вот, но мне это видится именно так. Значит, если вы будете работать над собой, если вы избавитесь от позиции виноватой, то, на мой взгляд, вы приобретете возможность изменить отношение к себе, как сказал мой коллега, вот, и вы вместе с этим сразу же измените отношение к себе и вашего мужа, ну, потому что он сразу почувствует, что вы стали по-другому себя вести, он сразу почувствует, что вы стали иначе говорить, иначе поступать, иначе совершать какие-то действия, да, вот, и поначалу ему это будет неприятно, и для него это будет не ошибленно, он поначалу, возможно, захочет что-то изменить, поменять, что-то сделать, вот, но потом он просто-напросто примет эти изменения, ваши изменения, да, и либо сам начнет корректировать свою модель поведения, либо, просто-напросто, вы с ним разойдетесь, это при условии, если вы будете работать над собой, над собой одна. Если вы не будете работать над собой оба, то будущее в ваших отношения, опять же, и есть, потому что я думаю, что несмотря на то, что мужчина ушел, он нуждается в вас, и если он нуждается в вас, то он обязательно даст о себе знать, он обязательно к вам вернется, я так думаю, вот, но по-преднему будет вас обвинять, по-преднему будет вас оскорблять и так далее. И последний вопрос у меня к вам, он такой. Вы пишете, что ваш муж ушел от вас вечером сегодня, обозвал вас всевозможными словами, обвинял вас в том, что вы изменяете, хотя вы не изменяете. Вы спрашиваете, есть ли у вас вообще будущее. Надежда, чего вы хотите? Вот вы чего хотите сами? То есть, вы спрашиваете про будущее, потому что вы готовы его простить, вашего мужа, за то, что он, ну вот, за все его действия, которые он совершал. Вы готовы простить ему его слова, его обвинения, его поведение. Вы готовы это все ему простить, а ради чего? И что вы подразумеваете под этим словом, под словом простить? Простить, потому что простить человека, значит принять, понять. Простить, значит принять и понять. Но принять и понять может только тот, кто сам себя принимает и сам себя понимает. Вы, если я прав, и вы чувствуете себя виноватой, вы себя не принимаете и вы себя не понимаете. Соответственно, ни о каком прощении, ни о каком прощении речи идти не может. Это будет только закрытие глаз, закрытие глаз на какие-то негативные проявления вашего мужа ради своих желаний. Вот так это будет. И на мой взгляд, на мой взгляд, это ни в коем случае не может считаться, ну, прощением. А без прощения, понятно, что отношения продолжать нельзя. Понятно, что нельзя просто спускать его оскорбления, его поведение по отношению к вам. И понятно, что он не может, когда хочет уходить и когда хочет приходить. Понимаете? Понимаете? Поэтому, спрашивая про будущее, подумайте, какого будущего вы хотите и как это будущее вы сами будете обеспечивать. Как вы готовы обеспечивать будущее вашего брака? Конкретно вы. Ну и то, что сказал мой коллега, Борис Никифоров, это правда, это действительно так. То, что он говорит, это верно. Всё, весь его текст, это верно. А к этому вам тоже нужно прислушаться. То есть мой текст, мой ответ, это как бы в дополнение к его. Вот так стоит воспринимать мой ответ. Потому что, ну, Борис Никифоров ответил раньше, чем я. И, соответственно, успел поднять те моменты, которые поднял бы я, если бы вам отвечал на вопрос. Вот, значит, чтобы не повторяться мне, чтобы мне не быть голословным, да? Значит, вы пишите. Муж ушёл сегодня вечером. Ушёл из-за чего? Муж не мог уйти просто так, да? Если он ушёл, значит, были какие-то, ну, обстоятельства. Были какие-то обстоятельства, вследствие чего он ушёл. Ещё раз. Я, я не верю в то, что он мог уйти просто так. То есть, если вы хотите будущего ваших отношений, будущего для ваших отношений, то необходимо понять причины, по которым ваш муж ушёл. Это вот прям необходимо, необходимо, необходимо. Потому что без этого невозможно будет выстраивать вам отношения в принципе. Обознал меня, оскорбил всеми возможными словами. Значит, обознал, ну, понятно, что как именно обознал спрашивать, наверное, не совсем корректно, да? Но человек, как правило, обзывает других теми словами, которые у него есть и которыми он в глубине души мог бы назвать себя. Поэтому проанализируйте те слова, которые мужчина употреблял по отношению к вам. И подумайте, а не это ли то, чего он хотел сам? Не это ли то, что он думал о себе сам? Я уверен, откроется много-много интересного и нового для вас. Далее, сказал, что жить со мной не будет. Это выбор человека. Если он не хочет, не хочет с вами жить, это выбор. И вам этот выбор как минимум нужно принять. То есть уважать выбор человека. Если он не будет с вами жить, как он сказал, то он не будет с вами жить просто потому, что не хочет или потому, что не может, не видит возможности с вами жить. Вот этот момент, мне думается, нужно обязательно прояснить. Потому что иначе не совсем понятно. Вы говорите, что он сказал, что не будет со мной жить, но не будет, значит его что-то не устраивает. Что именно его не устраивает? Подумайте. Если его не устраивает только то, что он видит, например, у него болезненная ревность по отношению к вам, что и хорошо, что он не будет с вами жить. Хорошо, что он ушел. А если вы что-то сами сделали для того, чтобы он не смог с вами жить, то в таком случае нужно исправлять то, что вы сделали. То есть нужно подумать, что вы сделали, и это исправить. Значит, я ему не изменяю, он обвиняет меня в этом и ревнует также к прошлому. Ну, про прошлое я сказал, а про ревность, если этот мужчина ревнует, то это означает, что он у себя в сознании допускает то, что вы можете ему изменить, да? Если он допускает то, что вы можете изменить, и для него это как-то эмоционально окрашено. Значит, либо он травмирован изменой, и скорее всего он перечил измену либо родителей, либо его бывшего партнера, да, бывшей женщины. Либо он сам в глубине души хотел бы вам изменить, но не может и из-за этого перекладывать ответственность на вас и относиться к вам так же, как он относился бы к себе, если бы изменил. То есть через вас он ругает себя за возможную измену, за то, что хотел бы изменить. Я думаю, что здесь, конечно, нужно разбираться, но в первую очередь разбираться нужно именно с вами. Что касается ревности к прошлому, то это, как вы понимаете, уже исключительно проблема мужчины, потому что прошлое изменить никто не в силах, и не в силах это сделать вы, это понятно. И если мужчина ревнует вас к прошлому, то есть не принимает прошлого вашего, значит он не принимает вас, значит, можно говорить о том, что он вас не любит. Или, по крайней мере, его любовь имеет определенные примеси. И пока эти примеси есть, они будут отправлять ваши отношения и отправлять будут его любовь к вам. Уже вам самой решать, хотите ли вы быть в таких отношениях или нет. Уже вам самой решать, принимать ли то, что ваш муж не может полностью принять вас и ради чего. Вот обязательно, обязательно себе этот вопрос нужно задать, ради чего я готова все это принять, ради чего. Зачем? Что я хочу? Будущее со своим мужем мне вообще для чего? Какие мои желания? Желание у вас, вот априори, оно одно. Делать человека счастливым. Мужчин, что бишь. Если вы человека счастливым не делаете, а муж явно несчастливым, то, может быть, стоит его отпустить? А если вы хотите делать его счастливым, то, может быть, стоит больше обратить внимание на то, что он хочет? На его желание? А обращая внимание на его желание посмотреть на себя, а свои-то желания вы удовлетворяете? Себя-то вы любите, чтобы другого человека любить? Вот примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok